Заблуждение, ярость, ритуалы, сна и заблуждение. Это спектакль Генриха Гёббельса, основанный на музыке композитора Харри Парчетта. Композитор, который работал в том же ключе, как и Кейдж, но он не был признан так, как Кейдж. Нечто более, это был человек, который долгие годы жил бездомным, сотворяя музыку так, как её чувствуя в ритуале, в ритмах своего собственного понимания, вплоть до того, что создавал для своей музыки инструменты. И в этом спектакле, в этом ритуале было представлено 27 абсолютно новых инструментов, с которыми была воссоздана эта история. Странный до бесконечности ритуал человеческого перехода. Перехода от жизни к смерти, от реальность к реальность. И в этом переходе люди абсолютно безличенные, сводят свои отношения к каким-то ритуальным знаком. И только моментами брызги смысла, какие-то архетипные истории. Отец ищет сына, мать ищет ребёнка, кто-то ищет справедливость. То есть какие-то воспоминания, знаков истории 20 века опять окунают нас в прошлое, которое мы пока не поймём до конца. В конце концов мы никогда и не изменимся. И эти наши ритуалы останутся такими же внешними. А единственной настоящей вещью останется вода и огонь. Именно вода и огонь. Эти два и камень. Вода, огонь и камень. Всё остальное это как меняющаяся картинка в кинотеатре. И один из знаков, напоминающий о нашей современности, был именно такие, типа, светящиеся экраны кинотеатра, которые нам вместо заголовки фильмов давали такие сигналы, что сейчас идёт суд или сейчас идёт плач. И даже нам сообщали, что сейчас время радости, потому что настоящих чувств нет. Парадокс в том, что если в каргупульте первобытный человек обращался к более высокой цивилизации, то современный цивилизованный уже человек, делая свой каргупульт, обращается назад в древнее время. И, оказывается, у него нет памяти, и он ничего не может получить, ничего не может восстановить, потеряв навсегда свою целость. Субтитры создавал DimaTorzok